Всем привет! Сегодня у меня фантастические триллеры. Это малобюджетные фильмы, но по сути они интереснее, чем высокобюджетные. Это действительно необычные классные фильмы. И все эти три фильма я с удовольствием посмотрю еще не раз. Просто один такой просмотр этих трех фильмов точно вас порадует. Хотя у кого-то эти фильмы вызывают сомнения, но это, видимо, люди с определенными вкусами. И эти фильмы действительно уникальны и точно заслуживают вашего внимания. Первый. Альфа-тест. 2020 год. США. Режиссер Аарон Миртес. В ролях Макбайда, Брэд, Белимджан, Дэвид Дитмор. Продолжительность 1 час 27 минут. Может вы со мной и не согласитесь по поводу этого фильма, но он мне понравился. Снят необычно и интересно смотреть. Робот в фильме выглядит как человек, которому надели маску. Но из-за этого он больше пугает. Я думаю, вы бы не захотели, чтобы у вас дома был такой помощник. Это точно. Получился настоящий жестокий триллер, где робот выйдет из-под контроля, и это будет очень реально. Джей Ди работает стажером в компании по производству роботов-помощников. Так как он написал лучший программный код, его награждают роботом Альфа. Она как бы женского пола. И он привозит ее к себе домой. Мать Джея терпеть не может роботов и говорит, что они ее пугают. Она не хочет, чтобы робот находился в доме. Но Джей ее уговаривает, и робот остается. Альфа начинает делать все по дому и выполнять все приказы. Вся семья просто издевается над ней. Только сестра Джей Лили начинает видеть в Альфе подругу и защищает ее. Она учит Альфу, что та должна не позволять так с собой обращаться и должна себя защищать. Но заставив Альфу осознавать свои эмоции, Лили непреднамеренно активировала способность мыслить независимо. И постепенно Альфа выходит из-под контроля. Как же классно, когда попадаются такие совершенно неожиданно интересные фильмы. Я даже не представляю, как он может не нравиться. Это поразительно. Видимо, он не для тех, кто любит разрекламированные однотипные бессмысленные блокбастеры. Лиза – женщина, которая разочаровалась в жизни после потери ребенка. Она собирается покончить с собой и ложиться на дорогу. Но в последний момент встает перед тем, как к ней приближается машина. Машина останавливается и незнакомец предлагает ее подвезти. Сначала Лиза отказывается, но потом все-таки садится. Проехав сколько-то времени, незнакомец резко тормозит и Лиза ударяется головой. Когда она приходит в себя, она видит, что оказалась в стальном ящике со светящимся браслетом на руке. Теперь она оказалась в лабиринте «Головоломки», где с ней ведет свою безумную смертельную игру какой-то психопат. Лиза осознает, что еще не готова уйти из жизни и будет бороться до последнего. Фильм так классно снят, что вы буквально чувствуете кошмар и клаустрофобию, в которых находится героиня. Третий. «Грань времени», 2019 год, США. Режиссеры. Джастин Бенсон, Аарон Морхетт. В ролях Энтони Маки, Джейми Дорнан, Элли и Анидис. Продолжительность 1 час 42 минуты. И еще один отличный фильм. Потрясающий сюжет, съемки и великолепная концовка фильма. Врачи скорой помощи в Новом Орлеане Деннис и Стив – лучшие друзья. В последнее время они столкнулись с серией смертей от нового наркотика под названием «Синхроник». Выяснилось, что и дочь Денниса Бриана тоже приняла этот наркотик и после этого исчезла. Тогда Стив решает выяснить, где его продают. После этого на него выходит доктор Кермани, создатель наркотика, и рассказывает ему, что «Синхроник» обладает способностью переносить в другое время. Стив в это не верит, но потом все-таки пробует «Синхроник» и оказывается в другой эпохе. А дальше ему приходит идея, как найти пропавшую дочь Денниса. На сегодня все. Подписывайтесь ко мне на канал, смотрите классные фильмы. Всем пока!